Продолжение следует... Спасибо за реакцию, вот уже вижу, да, меня видно. Пока наши коллеги подсоединяются к сегодняшней встрече, начнем с общей информации. Меня зовут Михаила Ивановна, я представляю отдел экскурсионной России в компании Интурист. Пару слов о нашей компании. Интурист был основан в 1929 году, и вот уже более 90 лет мы занимаемся туризмом, и наша деятельность основана на основных трех китах туризма. Это въездной, выездной и, конечно же, внутренний туризм. Несмотря на все вызовы и сложности, которые бросает нам внешний мир за последние годы, мы твердо удерживаем свои позиции и входим в топ-2-3 крупнейших туроператоров нашей страны. За эти долгие годы работы мы накопили огромный опыт, с которым мы с удовольствием и будем делиться с вами. На нашем сайте вы можете найти разный продукт на любой вкус и на любой запрос. Мы предлагаем туры на отдых, экскурсионные туры, индивидуальные программы, рассчитанные на абсолютно разную целевую аудиторию, начиная от школьных групп, молодежи, семей, а также людей взрослого поколения. Вы можете подобрать программы на любой бюджет, на любой кошелек, начиная от самых бюджетных, демократичных туров и заканчивая сложными индивидуальными вип-программами. И вот не побоюсь похвастаться, скажу, что все туры, которые вы можете видеть на нашем сайте, были разработаны действительно лучшими специалистами в сфере туризма. Сегодня мы будем продолжать разговоры о внутреннем туризме, о внутренних регионах нашей страны, благо ее огромная территория позволяет развивать туризм и дает богатейшие возможности для посещения различных направлений. Сегодня мы с вами отправимся в одну из наших любимых областей, именно в Калининградскую область. Поговорим о основных достопримечательностях, экскурсионных турах, о отельной базе, где размещаются наши туристы. Но начнем с общей информации. Столица области город Калининград, историческое название Кёнигсберг. По площади эта область относительно небольшая, всего 15 тысяч километров, и это самая маленькая область нашей страны. Но население более миллиона человек, и мы на карте видим высокую степень урбанизации, большое количество городов на территории области находится, о которых мы будем разговаривать немножко попозже в ходе нашей беседы. Калининградская область – это самый западный регион нашей страны, и отсюда вытекает временная особенность. Если в Москве 12 часов, то в Калининграде 11, разница минус 1 час. Когда вы выдаёте документы своим туристам, то во всех документах, в экскурсионных программках, в ваучерах, в авиабилетах время указывается местное. Пожалуйста, не забывайте информировать об этом своих туристам. Также особенностью Калининграда является то, что это область анклав, и со всех сторон она окружена территориями сопредельных государств, и не имеет прямых границ с другими территориями нашей страны. Отсюда транспортная особенность. В Калининград мы можем попасть только при помощи авиатранспорта. Аэропорт в городе Калининграде носит название «Храброво». Он большой, комфортный, принимает огромное количество рейсов со всей страны, и очень из многих регионов существуют прямые перелёты. Из Москвы, Санкт-Петербурга самолёты летят чуть больше часа. Расписание в течение суток очень широкое. Есть утренние рейсы, дневные, вечерние. Также летают компании лоукостеры. И при бронировании тура на нашем сайте вы можете выбрать туры как только наземное обслуживание, так и сразу с авиаперелётом, таким образом подобрав удобные рейсы и по времени, и по стоимости для ваших туристов. Зачем же наши туристы едут в Калининград? Что интересного они там увидят? Когда мы говорим о любом регионе, на память приходят какие-то основные точки притяжения, основные достопримечательности. Так вот, в первую очередь, когда говорится о Калининграде, на память приходит, что Куршская коса. Это национальный парк. С 2000 года он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это действительно уникальное природное место. Самая длинная, самая большая песчаная насыпь на нашей планете. Протяжённость косы 98 километров и примерно половина её, 49 километров, принадлежат России и именно Калининградской области. Остальная часть принадлежит Литве. Куршская коса имеет потрясающее биологическое разнообразие. Здесь встречаются разные ландшафты, начиная от пустынного, это знаменитый песчаный дюн, и заканчивая тундровым ландшафтом. Также коса лежит на пути миграции перелётных птиц. И вот в периоды миграции над косой пролетает более миллиона птиц ежедневно. Именно поэтому здесь, на Куршской косе, была построена орнитологическая станция за наблюдением за птицами, для изучения их, и наши туристы во время экскурсии эту станцию смогут увидеть, а даже посетить в периоды её работы. Также коса богата многими интересными природными достопримечательностями. Одна из них – это знаменитый танцующий лес, фотографию которого вы можете видеть на слайде. Стволы сосен причудливо избиваются, скручиваются в спиральки, закручиваются в колечки. До сих пор учёные бьются над этой загадкой, что же является причиной такой аномалии. Но к единому мнению они ещё не пришли, и различные версии как раз во время экскурсии наши гиды будут озвучивать для туристов. По танцующему лесу проложена экологическая тропа, по ней наши туристы могут пройти и полюбоваться этим природным феноменом. Также на Куршской косе есть смотровые площадки. Одна из них расположена на самой высокой дюне – дюне Эфа. С высоты этой площадки можно одновременно увидеть стальные воды Балтийского моря, а с другой стороны – воды Куршского залива. Куршская коса – это не единственный подарок от природы, преподнесённый этому региону. Здесь находится одно из самых богатейших месторождений янтаря, а именно по подсчётам учёных 90% мирового запаса янтаря находится здесь, на территории Калининградской области. В посёлке Янтарном на побережье существует единственный в мире уникальный комбинат по добыче и по обработке этого солнечного камня. С смотровой площадки наши туристы смогут увидеть карьер, где происходит добыча янтаря, могут посетить музей при комбинате. Там собраны уникальные самородки, огромные, самые крупные самородки янтаря, найденные здесь. А также смогут посетить ювелевные магазины и приобрести потрясающие ювелевные изделия, изготовленные современными мастерами. Промышленная добыча янтаря сыграла на руку в какой-то степени для туризма. В том плане, что при добыче перерабатывается огромное количество песка. И вот из этих песчаных масс были сформированы самые широкие пляжи на территории Калининградского взморья. И посёлок Янтарный сейчас превратился в один из курортных городов. Там расположены отели, вдоль пляжа стоят кафе, рестораны, где наши туристы могут отдохнуть и провести свой отпуск в свободное время. Мы в школе заговорили о курортных городах, то обязательно нужно упомянуть ещё два самых популярных курортных города на побережье Балтийского моря. Во-первых, это город Светлогорск, историческое название Раушен. Он изначально строился как курортный город. И гуляя по променаду, иногда даже можно забыть, что вы находитесь на побережье Балтийского моря, окунуться в атмосферу такого очень уютного курортного южного городка. Множество ресторанов, сувенирных магазинов и отелей ждут наших туристов. И ещё один курортный город – Зеленоградск, бывший Кранц. Кстати, именно от него начинается Курская коса. В обоих этих городах есть большое количество отелей, и наши туристы могут остановиться в них и отдохнуть, провести свой отпуск на побережье. Если мы отъедем от моря вглубь Калининградской области, то здесь мы встретим большое количество различных небольших, очень уютных городов. Мы помним, что эта территория имеет очень богатую историю. Свою историю она много раз переходила из рук в руки, принадлежала разным государствам. И все эти исторические события отложили большой отпечаток на городах, которые входят в современную Калининградскую область. Вот, например, один из городов, современное название Черняховск, бывший Инстербург, он был основан в 1336 году. И сейчас на территории этого города наших туристов ждёт посещение сразу двух средневековых замков. Город Тепиау основан был в 1258 году. То есть видите, какая долгая история тянется за этими городами. Из курса школьной истории мы, конечно же, все помним про Тильзитский мир, который был заключён между российским императором Александром I и Наполеоном. Так вот, город Тильзит, где было подписано это соглашение, находится на территории современной Калининградской области. И современное название города – это Советск. Его также можно посетить в наших турах и в наших экскурсионных программах. Ещё один интересный городок – город Балтийск. Это самая западная точка нашей страны. Город имеет огромнейшую военную историю. Город помнит императора Петра I, который совершал визит сюда тогда, когда город ещё носил историческое название Пилау. Также в Балтийске расположена конная статуя российской императрицы Елизаветы Петровны, которая считается самой крупной женской конной статуей в мире. На данный момент город Балтийск – это база российского военно-морского флота. И в дни ВМФ, когда проводятся парадные мероприятия в Санкт-Петербурге, также параллельно в городе Балтийске проходит парад военных кораблей и праздничные мероприятия, что очень рекомендую посещать этот город в период праздничных дней. Такое оживелье из интересных исторических городов окружает самый главный город, центр области – это город Калининград. И историческим, культурным, туристическим центром Калининграда считается, конечно же, остров Канта, на котором расположен великолепный кафедральный собор. С 1297 года этот собор украшает собой территорию города. Мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны Калининград очень сильно пострадал во время бомбежек, и, к большому сожалению, очень много исторических зданий было повреждено или вовсе утрачено. Так вот, кафедральный собор в этом плане оказался очень везучим. Он получил минимальные повреждения. Сейчас он восстановлен, реставрирован, очень бережно охраняется. И собор уникален еще одной вещью в том, что в его территории находится уникальный органный комплекс, аналога которого нету не только в России, но и в Европе. Комплекс состоит из двух органов – большого и малого. Они функционируют. В соборе проводятся потрясающие концерты органной музыки. Они есть вечерние длительные концерты или дневные короткие для демонстрации возможности инструмента, а также для демонстрации акустики собора. Обязательно рекомендую всем, кто будет посещать Калининградскую область, сходить на концерт органной музыки. Помимо исторических достопримечательностей в центре Калининграда находятся и современные интересные места. И среди них обязательно надо упомянуть такой комплекс, как «Рыбная деревня». Он находится прямо рядышком с островом Канта через Медовый мост с таким красивым романтическим названием. Так вот, «Рыбная деревня» – это действительно современный комплекс. Строительство началось в 2006 году. И задумка, идея этого строительства была создать туристический комплекс, восстановить облик города довоенного, так как выглядели дома, улицы Кёнигсберга, раньше, много лет назад. Сейчас в этот комплекс ходят гостиницы, сувенирные магазины, несколько ресторанов и кафе, в которых подается национальная кухня этого региона. И доминантный комплекс является маяк. Вот на слайде, вы можете его видеть на фотографии, на вершине маяка находится смотровая площадка. Если подняться по узкой винтовой лестнице на самый верх, то с этой смотровой площадки откроется потрясающая перспектива на центр Калининграда, на кафедральный собор, и очень красивые фотографии можно сделать оттуда с высоты этого маяка. Немножко, если отодвинуться от центра к историческим окраинам города, то здесь мы встретим широкую полосу фортификационных сооружений. И эта линия на данный момент является одной из главных достопримечательностей Калининграда. В XIX веке было принято решение о том, что город надо укрепить. Сделать его неприступной крепостью был создан уникальный проект по строительству фортификационных сооружений, в которые входили крепостные стены, форты, городские ворота. Проект был очень масштабный и сделан по самому последнему слову инженерной мысли. Но злая шутка произошла с этим сооружением, когда проект очень большой, требует большого финансирования, строительство затягивалось. И вот к моменту, когда полностью кольцо этих оборонительных сооружений было закончено, оно абсолютно потеряло свою актуальность. Военная инженерная мысль шагнула настолько вперед, что эти стены и форты не могли уже удержать натиск современного на тот момент вооружения. Конечно, в годы Великой Отечественной войны эти крепостные сооружения принимали участие в боях, но долго выдержать ведение современной войны они не могли, и быстро очень были сданы. На данный момент также бережно охраняются все сохранившиеся части этой фортификационной системы. Некоторые из них превращены в музеи, открыты современные арт-галереи, где-то открыты рестораны, все они используются с туристической точки зрения, где-то проводятся квесты, и обязательно они включены в посещение в течение наших экскурсий. Иногда так случается, что достопримечательностью является не одно какое-то здание, а целый район, и именно так происходит в Калининграде с районом под названием Амалинау. Этот район не застраивался стихийно по мере расширения города, а был запланирован изначально по английской системе город-сад. Предполагалось, что здесь будут находиться виллы состоятельных горожан, и район очень красивый, небольшая двухэтажная застройка. Каждая вилла отличается своим уникальным дизайном, уникальной архитектурной отделкой. Прогуляться по району можно самостоятельно, либо в сопровождении нашего гида, который с удовольствием расскажет историю этих особняков. Истории очень богаты, интересны, они связаны с известными, знаменитыми семьями Кёнигсберга, которые внесли очень большой вклад в развитие всего города. Проживая и отдыхая в самом Калининграде, можно погрузиться в природу, в мир природы и посетить Калининградский зоопарк. Этот объект будет интересен не только семьям, детьми, но и даже для взрослых, потому что это не просто обычный рядовой зоопарк, а один из трех исторических зоопарков нашей страны, наряду с московским и ленинградским зоопарком. Существует он с конца XIX века, и на данный момент коллекция насчитывает более двух тысяч животных. Вот один из обитателей, вот такой вот симпатичный мишка, ну и кроме него еще очень много других интересных животных в красивых вольерах, где воссоздана естественная среда обитания каждого вида. Конечно же, достопримечательностей в Калининграде очень много, и перечислять их можно бесконечно. В рамках одного семинара обсудить все, конечно, нам не получится, но сейчас мы перейдем с вами к нашим экскурсионным турам, и некоторые из достопримечательностей вспомним именно в этом контексте. В самом начале разговора я сказала, что Калининград имеет очень хорошую транспортную доступность, много рейсов, перелетов, и это способствует тому, что в Калининграде очень популярны туры выходного дня. Для наших туристов, которые очень заняты, не могут вырваться на длительный отпуск, такие туры выглядят просто идеальным вариантом. И тур выходные на Янтарном побережье рассчитан на 3 дня, 2 ночи, проводится регулярно с пятницы по воскресенье, и вот как раз он попадает под эту категорию туров выходного дня. Насыщенность программы достаточно умеренная, то есть у туристов есть возможность и отдохнуть самостоятельно, и посмотреть самые основные, главные достопримечательности. Расписание очень удобно подстраивается под различные рейсы. Начинаем мы в пятницу, в середине дня в 2 часа обзорная экскурсия по городу, поэтому утром большим количеством рейсов наши туристы успевают прибыть в Калининград и успеть на эту обзорную экскурсию. На второй день мы покидаем Калининград и наслаждаемся природой в национальном парке Курская коса, и в заключительный третий день уезжаем на побережье в поселок Янтарный искать и добывать янтарь, и также в курортный город Светлогорск. Экскурсия заканчивается в 5 часов вечера, и наши туристы также не опаздывают, совершенно спокойно могут успеть на вечерние рейсы и отправиться домой. В противоположности этой короткой программы следующий тур, представлю, уже более длительный, более насыщенный, он рассчитан на 5 дней и 4 ночи, и называется «Гостеприимный Калининград». И мне очень нравится это название, оно действительно соответствует действительности, потому что Калининград – очень гостеприимный город, и все люди, которых вы там встретите, очень теплые, душевные, и с большой радостью встречают всех своих гостей. Поскольку тур более длительный, программа его более насыщенная, но, тем не менее, также предусмотрено и время для самостоятельного отдыха. Расписание также удобно подстраивается под рейсы наших туристов. И первый день воскресенья у нас посвящен загородной поездке в поселок Янтарный и в Светлогорск. И тут как раз хочу обратить ваше внимание, что поскольку мы уезжаем за город, экскурсия начинается в 11 часов, и если вдруг ваши туристы не успевают попасть на эту экскурсию, то эту программу можно перенести на последний день. Вот такой вот динамический тур, изменяющийся, в котором предусмотрен один свободный день, и по вашему желанию он может быть либо в первый день в понедельник, либо в последний день в четверг. Второй день у нас посвящен обзорной экскурсии по Калининграду, а вот на третий день мы погружаемся в эпоху Средневековья и посещаем целых три исторических города, среди которых Правдинск, Гвардейск и город Вальдау. В четвертый день, в четверг, конечно же, мы едем в национальный парк Курское касание. Одного тура не обходится без посещения этого уникального места. Ну и заключительный день, четверг, пожалуйста, либо, как я сказала раньше, он либо свободный, либо экскурсия в Гентарный и Светлогорск. Единственное, попрошу вас при бронировании указывать сразу, какой день ваши туристы предпочитают оставить свободным, а какой день они хотят видеть экскурсионным. При бронировании тура как раз ваши пожелания учитываются. Если ваши туристы в последний день или по прилету решат поменять свое расписание, к сожалению, это будет сделать очень проблематично, потому что места в автобусе все расписываются заранее. Это были два примера самых классических туров в Калининград, а вот следующая программа называется «Янтарный вояж», и на нее я хотела бы обратить ваше особое внимание. Это новинка этого сезона. Мы с этого года запускаем каскадный тур в Калининградскую область. Немножко отвлекусь и поясню, что значит каскадный тур. У программы нет фиксированной даты заезда или фиксированной продолжительности. На экране вы видите расписание, составленное с понедельника по воскресенье, и в течение сезона это расписание каждую неделю будет повторяться. Ваши туристы могут заехать в любой день, который для них будет удобен, и на любую продолжительность от трех до восьми дней. Опять же, учитывая особенность авиаперелетов, первый день по программе всегда будет свободный, и экскурсии начинаются со второго дня. Таким образом, если ваши туристы выбирают короткий трехдневный заезд, например, с понедельника, в понедельник у них будет свободный день для самостоятельного отдыха, во вторник они посещают экскурсию под названием «Разноцветная провинция» и посещают целых четыре города в Калининградской области. В среду они проезжают по дорогам королей и улетают обратно к себе вечером домой. Для тех туристов, которые выберут самый длинный тур восьмидневный, первый день будет также свободный, и остальные семьи, они смогут увидеть все экскурсии, входящие в эту экскурсионную программу. Тур готов к продаже, он выставлен уже на наш сайт. Пожалуйста, смотрите, изучайте и бронируйте. Помимо организованных туристов и организованных туристических программ, есть еще большая категория людей, которые любят самостоятельный отдых, сами любят планировать свой отпуск и выбирать экскурсии в соответствии со своими интересами и вкусами. Именно для этой категории мы предлагаем на нашем сайте конструктор туров. В расширенном поиске вы можете выбрать раздел отелей, забронировать проживание для своих туристов в отеле, подходящем в Калининграде. И далее в корзине тура вы можете добавить к этому проживанию дополнительные услуги. Ну, в первую очередь, конечно же, это трансфер, его можно добавить не только к проживанию, но и к любому экскурсионному туру. Трансфер из аэропорта в отель, из отеля в аэропорт, в одну, в обе стороны. Все зависит от желания ваших туристов. Вы просто ставите нужные галочки, и трансфер будет включен в стоимость вашего тура. И далее можно к отдыху добавить экскурсии по пожеланию ваших туристов. На слайде мы составили топ-7 самых популярных экскурсий, которые наиболее востребованы нашими туристами, и многие из них мы успели обсудить. Вот, хотела бы обозначить, что обзорная экскурсия и вечерняя экскурсия, они по содержанию практически идентичны. Единственное, что вечерняя проводится уже в период суммара, когда на город опускается темнота, включается городская подсветка, и город выглядит очень романтичным, красивым, да, сообразная атмосфера, и очень многие туристы предпочитают именно вечернюю обзорную экскурсию по городу. Да, еще хотела сказать, что у нас представлены не только экскурсии групповые, но и индивидуальные. Ваши туристы могут выбрать экскурсию в составе большой группы, мини-группы, или индивидуально на легковом автотранспорте с гидом. Еще интересная экскурсия, про которую я не упоминала раньше, называется Шпионский Кёнигсберг. Что же это такое? Второе название экскурсии сносит темная сторона Кёнигсберга. Мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны на территории Калининграда действовали разведывательные школы, проводили активную работу различные спецслужбы, и вот именно этому историческому срезу посвящена история. Она очень необычная, такая тематика не во всех регионах может быть найдена, поэтому тоже обращайте внимание своих туристов, очень интересная, увлекательная экскурсия. И последние две строчки в списке посвящены гастрономическому туризму. Изучить, погрузиться в регион, не отведав местных продуктов и местной кухни, достаточно сложно. И вот современная тенденция современного туризма, как раз развитие гастрономического туризма. И обращаем ваше внимание на экскурсию пивной Кёнигсберг, она проводится регулярно по четвергам. В Калининграде очень бережно сохраняются гастрономические традиции, немецкие и прусские в основном. Там существует огромное количество частных небольших пивоварен, которые мы как раз и будем посещать во время этих экскурсий. И варится огромное количество различных сортов пива. Естественно, будут проводиться дегустации. И вот, если честно, этой экскурсии хочется вручить первый приз как за самую веселую экскурсию, потому что туристы всегда заканчивают ее с таким позитивом, никто не хочет расходиться. В общем, очень весело, интересно, и все очень довольны, ни одного грустного лица. Пожалуйста, рекомендуйте всем такую вот радостную, веселую, позитивную экскурсию. Ну и также, помимо пива варенья, в Калининграде развито производство сыра, есть фабрика шоколада, которую тоже можно посетить. А еще есть очень интересный музей марципана, где эти сладости продаются не просто в виде конфеты, а в виде фигурок и представляют в себя целое произведение искусства. Вот такие вот вкусные подарки и сувениры можно привезти из Калининграда и угостить своих близких, друзей и так далее. Ну и поскольку Калининград находится на побережье, естественно, и рыба тоже входит в рацион калининградцев, и одна из самых известных рыб это, конечно же, копченый угорь. Он продается в магазинах, на рынке и также в аэропорту на вылете. Блюда из угря продаются в ресторанах Калининграда, и если вы хотите купить рыбку с собой, она продается в вакуумной упаковке, смело, не боясь, можно ее класть в чемодан и привезти домой, ничего страшного не случится. Вот такое вот очень не только интересное с исторической точки зрения, но и со стороны гастрономического туризма. Вопросик вижу по поводу угря. Знаете, угря безопасно покупать везде. Можно купить, самое интересное, конечно, купить его на центральном калининградском рынке. Там очень большой выбор, они предоставляют рыбки разного размера, у них, соответственно, разная ценовая категория у каждой рыбы, можно выбрать очень хорошую, такую большую, длинную, жирную рыбку, ее скручивают в колечко, закрывают опять же вакуумную упаковку и можно увезти домой. В аэропорту, если вы будете покупать угрь, он не такой большой, поменьше немножко упаковки, но самый вкусный, что мне удавалось пробовать, это действительно с центрального калининградского рынка. Добраться до него очень просто, он находится в центре города и много различных маршрутов городского транспорта туда сходится, можно приехать совершенно не боясь безопасно сделать себе покупку. Мы с вами поговорили про экскурсионные туры, про экскурсии, а где же наши туристы будут жить во время своего отдыха. И сейчас я бы хотела перейти как раз к теме отельной базы Калининграда. отелей здесь, к счастью, очень много, они разных категорий, и под любой запрос можно подобрать подходящий вариант. Начиная от небольших гостевых домов, расположенных в исторических виллах, частных, небольших гостиниц, и заканчивая большими гостиничными комплексами, входящими в известные гостиничные сети. В подборочке сегодня у меня будут гостиницы наиболее популярные среди наших туристов. Начну с Holiday Inn Калининград, 4-звездочный отель, очень крупный, 125 номеров, его номерной фонд, и расположен в самом центре города. Есть номера видовы с видом на реку, есть номера с видом на город, сервируется прекрасный завтрак в виде шведского стола, и очень хорошо отель подойдет для туристов, привыкших к комфорту и к высокому уровню сервиса. Следующий наш отель Кайзерхофф, тоже очень высокого класса, отель 4 звезды, находится прямо напротив кафедрального собора, напротив острова Канта и по соседству с рыбной деревней. Тоже отель крупный, 117 номеров, прекрасный завтрак, шведский стол, номера очень комфортабельные, красивые, и особенностью этого отеля является то, что на его территории находится собственный спа-комплекс, который называется Amber Spa. Комплекс работает до 10 часов вечера, после насыщенной экскурсионной программы, активных прогулок по городу, очень здорово как раз расслабиться и принять какие-то спа-процедуры, бьюти-процедуры, кстати, имейте в виду, что в некоторых процедурах используется как раз янтарь, потому что его свойства имеют лечебное действие, и вот есть много препаратов на основе янтаря. Едем дальше, следующий отель Martin Palace, тоже 4 звезды, немножко подемократичнее, чем предыдущие два, но это не значит, что он хуже, просто поменьше номерной фон, 92 номера, до центра примерно полтора километра до острова Канта, совершенно спокойно можно прогуляться самостоятельно пешком, не пользуясь городским транспортом, отель с современным дизайном, также с шведским столом на завтрак, обращаю ваше внимание, что номера категории стандарт размещают один или два гостя, если у вас в заявочке три человека, то нужно выбирать категорию номера немножко повыше, например, бизнес номера, они позволяют уже размещать дополнительное место для третьего человека. Пожалуй, самый популярный, самый известный и самый востребованный отель Калининграда носит название города Калининград три звезды. Он также находится напротив острова Канта в самом сердце города. Несмотря на то, что номерной фонд у отеля очень большой, больше 200 номеров, попасть, чтобы попасть в него, тур надо бронировать заранее, настоятельно рекомендую, если ваши туристы хотят отдыхать именно в отеле Калининград, бронироваться надо заранее. В последний момент может оказаться такая ситуация, что все номера будут заняты, потому что местоположение отеля, его известность именно способствует полной загрузке этого отеля. Бронировать его можно как с завтраками, так и без питания. На первом этаже расположен ресторан, который работает как шведский стол на завтрак и а-ля карта в течение дня. Но хочу дать еще одну маленькую подсказочку. Прямо рядом с отелем Калининград в соседнем здании расположен ресторан, который называют «Тетка Фишер», такое вот веселое название, и в этом ресторане сервируются блюда традиционной немецкой кухни. Именно сюда рекомендую ходить для того, чтобы почувствовать вкус Калининграда. Можно забронировать столик и провести очень хороший вечер за вкусным ужином с традиционной немецкой кухней. гостиница «Три звезды Золотая бухта» тоже также востребована среди наших туристов. Вот совсем недавно я упоминала отель «Четыре звезды Мартон Пэллес». Так вот, они с Золотой бухтой находятся на одной улице практически напротив друг друга от полтора километра до острова Канта. Очень удачное сочетание для больших компаний, в которых едут разнобюджетные туристы. люди, которые готовы заплатить больше за комфорт за проживание в отеле и можно бронировать номера в Мартон Пэллес. Люди, которые хотят немножко сэкономить на проживании, можно бронировать гостиницу «Золотая бухта». Таким образом, большая компания будет жить совсем рядом и каждый получит размещение по своему бюджету. Отель построен в классическом стиле, с классическими интерьерами и различные категории номеров здесь присутствуют от стандарта до сьюта. И еще один отель хотела бы осветить сегодня, называется «Он Маяк». Очень люблю этот отель. Он расположен чуть-чуть подальше от центра в тихом спокойном районе. Отлично подойдет для тех туристов, которым важно тишина и спокойствие в вечернее и ночное время. удаленность от центра не очень велика, всего несколько остановок на общественном транспорте и вы уже в самом центре города. Также можно воспользоваться такси. Кстати, тарифы на такси в Калининграде очень демократичные и наши туристы активно пользуются как такси, так и городским транспортом. передвижения по городу затруднений никаких не вызывает. Отель этот был построен достаточно давно, имеет долгую историю, но совсем недавно, несколько лет назад, он прошел полную реновацию. Все номера были обновлены, сделан капитальный хороший ремонт, вся мебель новая, современный дизайн, кровати с ортопедическими матрасами. И совсем недавно этой зимой как раз была финальная стадия реконструкции, был реконструирован фасад, и теперь он очень красиво выглядит как снаружи, так и изнутри. В отеле есть небольшое кафе, где сервируется действительно домашняя кухня, можно заказать завтраки, ужины по меню к времени, когда туристы освобождаются после экскурсии и попробовать действительно такую вот очень душевную домашнюю кухню. Еще особенность местоположения этого отеля в том, что совсем рядом, но меньше чем в 10 минутах ходьбы расположена станция пригородных поездов. Если ваши туристы отдыхают в Калининграде, но хотят провести день на побережье, очень здорово будет как раз сесть на электричку, утром доехать до Светлогорска, провести целый день на побережье, скупаться в море, посидеть в пляжных кафе и ресторанах, а вечером вернуться к себе обратно домой, таким образом побывать и в Калининграде, и отдохнуть на побережье. Отелей у нас представлено гораздо больше, естественно, мы сейчас осветили только небольшую часть, есть отели, расположенные как в самом городе, так и в курортных городах, и на море, кроме отелей, мы также работаем еще и с санаториями, имейте ввиду, что у нас есть санаторий Светлогорск, Отрадное, санаторий Волна и Янтарный, они все работают на двух системах, либо это просто пребывание и отдых, либо пребывание с лечением, и, кстати, есть определенная категория туристов, которым противопоказано по медицинским показаниям жаркое Южное море, они не могут ездить на Южные курорты, для таких людей идеальной альтернативой как раз будет отдых на курортах Балтийского моря, летом здесь очень мягкий, хороший, нежаркий климат, можно купаться в море, для этого достаточно тепло, но и наши туристы не будут страдать от излишней жары. Хочу обратить ваше внимание еще на нашем сайте в разделе расширенный поиск вы можете выбирать туры экскурсионные как с перелетом, так и без перелета, можете выбирать отели, также с перелетом или без перелета, к которым добавляются дополнительные услуги в виде трансфера и экскурсии, и также есть еще один очень интересный раздел под названием однодневные экскурсии. если ваши туристы приехали в Калининград и отдыхают, остановились у своих друзей или знакомых, если они приехали в отель и вдруг вспомнили, что они хотят посетить какие-то экскурсии с профессиональным гидом, пожалуйста, вы можете забронировать только экскурсию без проживания, без каких-либо дополнительных услуг. В разделе однодневные экскурсии можно выбрать интересующие даты и посмотреть какие экскурсии в эти дни предоставляются. Вообще у нас на расписании на каждый день обязательно есть несколько вариантов. Зимний период в низкий сезон обычно это примерно две экскурсии в день разные проводятся. Высокие летние сезоны может быть три, четыре, пять экскурсий ежедневно различных. Таким образом по интересам ваших туристов можете подобрать все, что угодно и опять же повторюсь групповые экскурсии есть. и экскурсии индивидуальные. Про достопримечательности и про туристические особенности Калининграда можно рассказывать очень долго. Я очень люблю этот регион и я надеюсь, что я смогла заинтересовать вас и подарить частичку своей любви к этому региону. Мы с большим удовольствием будем ждать ваших заявок. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, то вы можете задать их либо через специальный раздел на нашем сайте, либо электронная почта russia собачка intourist.ru я ее сейчас написала в чате. Запомните этот адрес, мы по нему тоже с удовольствием будем отвечать на ваши вопросы, подбирать подходящие варианты, интересующие ваших туристов. Сегодняшняя наша встреча потихонечку подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас всех за внимание, за то, что вы присоединились к нашей беседе. Хочу пригласить вас на наш следующий вебинар, который будет проходить 6 апреля, и он будет посвящен очень интересной теме национальных маршрутов, будем говорить про северо-западный регион нашей страны. Желаю вам хорошего рабочего дня, побольше заявок и хороших туристов. Огромное всем спасибо, всего доброго, до свидания, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок